так ну что всем привет всем привет я не думал что в этом рейсе я буду что-то снимать уже я еду как бы домой загрузился сначала я поехал на восток выгрузился загрузился в общем еду я обратно домой заехал я сюда на этот кром шарм чего я сюда заехал заехал я купить себе фары я думал купить только верхние как бы main эти адлайд на основные но сразу решил я взять и эти как они называются противотуманки или фоглайс на английском короче зашел я уже купил и буду ехать домой и установлю где-то трясет сейчас я найду если заплатил я за за фары это 4 пара получается да и за вот эти крышки здесь целый набор крышек за все это я заплатил еще с копейка вот он рисит в общем взял я два этих headlights и взял я два противотумана почти 1200 баксов 1182 доллара но это того стоит потому что у меня реально светом проблема очень большая так что решил я обновить решила я обновить установить новые фары так как идет уже зима зимой вы сами понимаете будет намного тяжелее ездить с плохими фарами так что поехали все у меня хорошо уже давненько я не снимал как бы нормально работаем сценами все не так как было намного хуже чем было но тем не менее работать надо и мы это будем делать так что всем я желаю хорошего настроения позитива и будут снимать этот ролик уже я наверное как установлю эти фары приеду домой масло надо будет поменять и короче в общем буду заниматься страхом поехали загрузился упаковался в этот раз довольно таки неплохо машины есть очень много тяжелых фара на ряд взял один тойота хайландер взял я реально думал будет перевес но сегодня заехал я взвесился и у меня в общем полными баками идеально все как бы едем мы на лас-вегас первые две или три машинки три по моему мы будем скидывать в лас-вегасе и оттуда как обычно уже на калифорнии штата клавома друзья так ну что заехал я здесь в это казино пообедать хочу заказать я себе это вот рыба и и супчик вроде неплохой ресторанчик салатик здесь можно сразу взять домашний это у нас 101 экзит 101 экзит возле заправки лавы сводит рак стопа лавы так что посмотрим как они приготовят взял такой салатик заказал супчик и заказал я стейк все покажу ладно приятного мне аппетита вам также если будете подкрепляться вот такой супчик называется крем чаудар идет он с вот такими вкусняшками хлеб сухой как бы печенька да ребята принесли они конечно этот стейк у них здесь порции ну очень большие в общем когда у них берешь этот стейк он идет с двумя сайт то есть он можно там разные это виды я взял картошку и взял они это все как бы в одном это все приятного так ребятки дальнобойщики кто будет проезжать по сороковке это не реклама я реклама никогда в жизни буду делать но этот ресторанчик за все это 22 долларов 55 центов за все вот это салат без лимита сколько хотите картошка стейк стейк кстати ну просто офигенский хлеб вот такой я правда хлеб не кушаю но стараюсь по крайней мере не кушать не они рунц это лучок жареный они его очень много принесли но я кушал вот только картошечку стейк и салат с супом за все это 22 долларов в теке я заплатил бы в районе 30 долларов как минимум так что рекомендую можете заезжать очень чистенько здесь прямо внутри казино очень уютно и сервис реально сервис очень-очень даже неплохой так что заходите кушайте и будет вам счастье вот так выглядит это казино внутри аппараты все новые здесь реально сколько ни бабла сюда впихивать наверно довольно таки большой казино но ребят как вы уже знаете многие что в казино я не играю и никогда не был сторонником всего вот этого так что именно в этом плане они у меня от меня как бы со мной деньги не заработают я просто захожу кушаю обычно казино имеет хорошие буфеты тоже очень большая парковка на улице ветер название этого казино короче сто первые сто первые большая удобная парковочка кеша грязный в этот рейс приедем уже закончим этот рейс масточка поменяем пойдем помоемся в этот рейс пришлось мне все все это самое скаты спустить все колеса так как высота у нас сейчас на данный момент почти 14 так что и передние я спустил и сзади спустил и еще спустил я на вот этой не самого цвета же передние колеса уже приеду на ярд как буду перегружаться они у нас идут на калифорнию так что как буду перегружаться накачаем а так с весом у нас идеальная форан и загрузил сюда как вы видите здесь у нас бмв м к сверху ниссан алтима тоже довольно таки не маленькая машинка это у нас тойота хайландер очень даже маленький но по-другому никак по другому никак потому что здесь еще хунда и sonata две маленькие это хонда civic и sonic этот chevrolet sonic это у нас kia sol и кроссовера такие спортич по моему соренто спорт обычно ну нормально до лас-вегаса нету мостов низеньких и в калифорнии тоже с этим все нормально так что сразу зайду на заправку лавс помоюсь и уже буду спокойно себе ехать и вот так вот выглядит душевая они похожи здесь я просто не понимаю зачем такая большая кабина здесь можно футбол играть пиом или красавчик пиомчик пейджер свет пейджер покидаем покидаем мы эту заправочку лавс спасибо лавс за душ горячий так сказать нам уже свежо привели себя в порядок хатрига года типа листов прямо на дороге петрушка злится эти люди доброе утро доброе утро с пятницей вас друзья мои доброе утро вам с города лас-вегас в общем добираемся мы до места назначения скидываем здесь первые две машинки в одном месте и и валим на сакраменто местное время 740 утра 740 утра так что до места нам осталось 9 с половиной миль и будем выгружать у нас первая машинка она на хвосту а вторая она у нас там возле насоса надо будет перегрузить в общем я приеду и покажу так ну что ребята дальнобой по сша продолжается в общем еду я по пятнадцатой дороге пятнадцатому фривею то есть вот эта дорога еду я на юг мне надо доехать до партства и в общем там уже взять на пятьдесят восьмую еду я с лас-вегаса как вы помните я скинул сегодня утром две машинки в городе лас-вегас это у меня был хайландер тойота здесь стояла и последняя на хвосту это была kia sol я эти две машинки скинул и эти два заново загрузил в общем что я хочу вам показать вот видите вот какая здесь большая большая большущая парковка и пишет вот здесь вот мят грики кафе паркинг кто смотрит многие из вас смотрят видосы владимира шера по никнейму батюшка да у него был ролик он заходил вот этот ресторанчик греческий ресторан он находится вот здесь и он называется mad greek ресторан то есть злой грек ресторан если перевести дословно так что пойдем посмотрим у них вроде пишет и завтрак и обед вот здесь еще какой-то ресторанчик есть по ходу мексиканский время как раз уже обедать почти 12 часов дня 11 с копейками да точно не знаю но тем не менее я думаю стоит пойти посмотреть парковка большая здесь буквально пройтись две минутки пешком ну ходить тоже надо так что такие дела сейчас посмотрим что у них здесь есть там а легче заехать легче выехать здесь я смотрю тоже траки есть запарковались вот собственно этот ресторанчик мяк грек ресторан или мяк и кафе мяк и кафе здесь вот так вот мотоциклисты байкеры тоже от вены моцки вот собственно вот так вот выглядит ресторанчик здесь у них места есть все сделано в синий цвет сейчас посмотрим что и как здесь даже и выпечки сразу можно взять какие-то вот эти скону они на английском ничего себе баклават здесь баклават прикольно прикольно так собственно вот принесли мой обед заказал я баранину он идет лучок помидорчики и рис греческий и вот такая вот пита них не и заказал я греческий салатик с вот таким вот каким-то соусом сейчас посмотрим что за соус и вот это тоже греческий какой-то соус или йогурт или что-то короче будем сейчас смотреть я тоже это каждый день не кушаю так что для меня это также новое заплатил я за это ну конечно тоже пепси вот собственно как называется их ресторанчик дамят грики кафе короче это их не адрес заплатил я за все это вместе с акцией 18 долларов и 31 цент так что приятного мне аппетита вам также приятного аппетита если вы будете подкрепляться спасибо что смотрите спасибо за комменты спасибо за лайки за дислайки всем вам удачи здоровья ну а я покушаю и будем ехать дальше я думаю что сегодня вечером мы будем уже часть ком 6 7 будем уже у нас дома в сакраменто так что обедаем и поехали ну вот так вот собственно выглядит ресторанчик внутри так ну что ребят покидаем мы этот ресторанчик в общем а возьмем его здесь прямо сейчас направо вот пятнадцать рублей показывает в сторону на юг что я хотел бы сказать по поводу этого ресторана ну ну можно кушать кушать можно но я не сказал что прямо вот вау вкусняшка нормально можно если рядом проезжать и остановиться то есть он по-любому лучше чем лучше чем мигдональд за скажем или какой-то бургер или сэндвич рис баранина баранина на мой взгляд сухая суховатая как бы не не очень это и плюс их не вот эти соусы они наверное все-таки на вкус мне они не очень сильно пошли но тем не менее заплатил я 18 долларов грубо говоря и так тому и быть ну я я не сказал бы что прямо супер дупер на может если что-то другое заказать может там что-то вкуснее есть но именно вот баранина суховатая суховатая вот здесь вот какой-то мексиканский есть и я думаю можно тоже заехать следующий раз если мы здесь где-то рядышком будем здесь это мексиканские суши даже какие-то есть что так непонятно но так как с грузами сейчас прямо скажем не очень слабовато то я так понимаю что все таки и в лас-вегас мы будем частенько и заезжать так как на калифорнию прямо ну нету очень много грузов и придется нам заезжать и в калифорнию не в калифорнию а в лас-вегас я имел придется заезжать и в лас-вегас так как грузов не очень много напрямую в калифорнию вот он опять 15 фриле чек взяли и поехали мы до 58 дороги до города барстов потом папе возьмем на 58 и уже выйдем туда на 99 фриле пустыня сахара одним словом так доброе утро доброе всем утро кто где мы охотиться доброго времени суток в общем а сегодня я еду выгружаться у нас местное время 4 30 утра хотел показать как горит свет ну поеду я выгружаться это у нас ближний свет но они отдельно включают сегодня едем в сан-франциско выгружаемся я вот так вот перегрузился у нас на трейлере 5 машин и в общем приедем домой и будем менять свет то я хотел заснять как он светит дом и как будет светить после где-то часы у нас сейчас включен gps часы вот здесь 4 50 утра я четыре часа проснулся ребят только потому что мне нужно ехать на санта-розу а это у нас дальний свет мне нужно ехать на санта-розу когда мы туда едем обычно застреваем так что проснуться я на часик раньше чтобы проехать трафик так что такие дела поехали всем доброту ну вот хоть в два часа ночи просыпайся здесь та же история это 37 дорога она меня просто убивает 6 утра друзья пять пятьдесят семь пятьдесят восемь но как видите мост полностью стоит это так та дорога которая ведет нас с 80 дороги на 101 так что печалька посмотрим на сколько мы здесь застряли вот сейчас на данный момент пять пятьдесят восемь утра приехали в лодай заправились полные баки на следующий рынок и заедем помоемся и домой 842 доллара 0 4 цента и это у нас 213 колонок почти 214 по цене 3,93 калифорния рулит ребята это считай грубо говоря на доллар дороже чем в других штатах в основном мы возьмем чуть вперед что вот здесь там ребята тоже сзади заправились и пойдем возьмем ресит и вот здесь рядышком стоит как бы по ту сторону дороги уже этот клубикин так покидаем лавс помоемся как следует чтобы чтобы к следующему рейсу у нас все было чистенько слева глубикин а здесь флайн джей трактор надеюсь очереди не сильно длинной будет я прошлый раз хотел помыть и из-за этого не помог потому что сильно длинная очередь да не сильно много траков по-моему одна линия даже свободно наверно а не какой-то маленький трачок то мы пожалуй туда и станет и подождем я думаю этот рачок они маленький быстро помоет ну что я сказал бы что сегодня довольно таки неплохо я справился сколько здесь у нас местное время 344 дня и с учетом того что я ехал я ехал на санта розу а это довольно таки дальховато как бы в другую сторону получается и за одной машину но с грузами слабенько даже можно сказать плохо на данный момент то уже берем уже на такие как бы в такие города где обычно мы туда редко когда ездили вообще но что есть то есть вот этот рак уже уезжает так что будем заезжать будем заезжать ждали вообще недолго произошло все это очень быстро так что идем пока мой трак моют здесь петрушка вот такого помыли дедушка сам вытирает это хозяин этого петрушки красавчик что все тоже сделаны крылья но уже как бы идет с этим а дефом мочой этой ну реально красавчик тоже так сзади он красивый такой бампер сделал и сказал что уже такой готовый купил как бы хозяин до него чтобы он его таким делом здесь чтобы колеса сделать и поменять колесо он говорит крылья надо снимать здесь снизу тоже так аккуратненько аккуратненько и дедушка сразу видно что любит свою технику там есть мотор неплохой ну что-то со стата айова Я не знаю, кто за этот камень, но он довольно-таки тихо работает Очень тихо работает Низкая кабина, низкая спата, 8-меньшие трубы Ну что, помыли кешу? Вроде так ничего Все-таки когда чистенький Намного приятнее смотреть на нее Красавчик Мисочки все блестят Эту надо было открыть, но Мне нравится 135 баксов Сейчас колеса еще они сделают, будут блестеть Ну вот он Питунчик 389 закрытый капот уже Серьезная лошадка Доехал Питунчик Когда красиво, что есть красиво, то красиво И так он сразу Кибак стоит Проходит Полесика блестят Красота Вот это у меня потерялось Мишка Я сейчас сюда другую купил, но я не взял такую, что полностью закрывает Я взял только отсюда, как бы только с наличной стороны С самой Так, ну что, ребятки Рейс наш подходит к концу В общем, какие планы у меня Планы такие Значит, приезжаю на Ярд Паркую трак Уже мы помылись Все красиво Все чистенько Приезжаю на Ярд Паркую трак Завтра нормально Высплюсь Ну, как бы дома Да И поеду на Ярд И так на расслабоне Хочу поменять масло И хочу я поменять Установить Новые фары Купил я эти JW Speakers, по-моему Или как они называются Ну, Speakers Вот они там сзади Купил я все четыре Это значит, получается Два Две фары И Две типа Противотуманки Да Так что Есть у меня желание Их устанавливать И все Запаркуем трак Ну, как бы мы сегодня Его запаркуем Он у нас будет Сидеть, ждать До следующего рейса Так В принципе А, еще хочу Докончить Установить я Вебасту Автономку Я его тогда Начал устанавливать И Она так и осталась Как бы Надо там Последние Финишные штрихи Сделать Уже закончить И Так как уже На улице 8 Уже придется Его включать Так что Такие дела Ну На этом Этот ролик Я, наверное Буду Завершать А уже Где фары Поменяю И Вебасту Буду делать Масло Поменяю Это уже Будет Следующий ролик Так что Всем я Вам желаю Удачи Хорошего настроения Здоровья Вам Вашим родным И близким Всех благ Мы уже С вами Находимся В городе Сакраменто Мне доярда Осталось Буквально Там 10 минут Это Место Это город Где находимся Мы с вами Город Сакраменто Этот рейс У нас В общем От Ярда До Ярда Я Выезжаю Пустой И Вот Приезжаю Домой Пустой Он У нас Где-то В районе 7000 Миль Так Плюс Минус Я Как бы Каждый Рейс У нас Примерно Одинаковый Так что Где-то Так Всем Пока И До Скорых Встреч Продолжение следует Продолжение следует